Занятие «Степенные ряды». На нем мы будем учиться находить интервал и радиус степенного ряда. Степенным рядом называется ряд, членами которого являются степенные функции. А нулевое плюс А1х плюс А2х квадрат плюс А3х в третьей степени плюс и так далее. Или форма записи сумма n от 1 до бесконечности, а n умножить на х в степени n. Такой ряд называется ряд по степеням х. Или ряд вида А нулевое плюс А1 умножить на х минус х ноль плюс А2 умножить на х минус х нулевое в квадрате плюс А3 умножить на х минус х ноль в третьей степени плюс и так далее. Обозначается такой ряд сумма n от 1 до бесконечности, а n умножить на х минус х нулевое в степени n. Такой ряд называется степенным рядом по степеням х минус х нулевое. Интервалом сходимости степенного ряда по степеням х является интервал числовой оси симметричный относительно нуля. То есть интервал от минус r до r. Содержит по крайней мере одну точку х равная нулю. Число r называется радиус сходимости степенного ряда. Ряд по степеням х минус х нулевое имеет интервал симметричный относительно точки х ноль числовой оси х. То есть интервал х ноль минус r, х ноль плюс r содержит в себе по крайней мере одну точку х нулевое. r также является радиусом сходимости степенного ряда. Рассмотрим пример. Найти интервал и радиус сходимости следующего степенного ряда. Сумма н от 1 до бесконечности х минус 2 в степени n разделить на n квадрат. Поступим следующим образом. Составим ряд из модулей членов этого ряда. Сумма н от 1 до бесконечности х минус 2 в степени n разделить на n квадрат по модулю. И применим к этому ряду признак Даламбера. n-ный член ряда это модуль х минус 2 в степени n разделить на n квадрат. n плюс 1 член ряда это х минус 2 в степени n плюс 1 разделить на n плюс 1 в квадрате. Вычислим предел отношение n плюс 1 к n-ному члену ряда при n, стремящемся в бесконечность. То есть модуль n плюс 1 член ряда х минус 2 в степени n плюс 1 разделить на n плюс 1 в квадрате делится на n член ряда на х минус 2 в степени n разделить на n квадрат. Выполним элементарные преобразования. Заменим деление дробей умножением, при этом вторая дробь переворачивается. х минус 2 в степени n плюс 1 разделить на n плюс 1 в квадрате умножается на обратную дробь n квадрат разделить на х минус 2 в степени n. n стремится в бесконечность. Выполним элементарные преобразования. Применим свойства степени. х минус 2 в степени n плюс 1 запишется в виде произведения. х минус 2 в степени n умножить на х минус 2 в первой степени и умножить на n квадрат. Знаменатель n плюс 1 в квадрате умножить на х минус 2 в степени n. n стремится в бесконечность. Сократим х минус 2 в степени n в числителе и в знаменателе. Скобка х минус 2 не зависит от n, следовательно, можно вынести за предел, как выносили бы константу, только по абсолютной величине х минус 2 по модулю. Под знаком предел останется следующее. В числителе n квадрат в знаменателе n плюс 1 в квадрате раскроем скобки. n квадрат плюс 2n плюс 1. n стремится в бесконечность. Под знаком предел получили неопределенность. Бесконечность разделить на бесконечность. Делим на старшую степень числитель и знаменатель, то есть на n квадрат. В числителе получаем 1, в знаменателе n квадрат на n квадрат единица, плюс 2n разделить на n квадрат, 2 разделить на n и плюс 1 разделить на n квадрат. n стремится в бесконечность. При n стремящемся в бесконечность дроби 2 разделить на n, 1 разделить на n квадрат стремятся к нулю, следовательно предел будет равен единице. Получили х минус 2 по модулю умножить на 1, то есть х минус 2. По признаку Даламбера ряд является сходящимся, если предел меньше единицы, то есть х минус 2 по модулю меньше единицы. Решаем числовое неравенство. Снимаем модуль. Получаем х минус 2 больше минус единицы меньше единицы. Выразим отсюда х. Перенесем минус 2 в левую и правую часть неравенства. При этом не забываем поменять знак на противоположный. Получаем х больше единицы меньше 3. То есть интервалом сходимости степенного ряда является интервал симметричный относительно двойки 1, 3. На концах интервала сходимость и расходимость ряда проверяется в каждом случае отдельно. Возьмем правую границу, точку х равная 3. Подставим в степенной ряд. Получим 1 в степени n разделить на n квадрат. n изменяется от 1 до бесконечности. Или 1 в степени n будет давать единицу в знаменателе n квадрат. Получили ряд дерехле, который является сходящимся рядом. Значит, точка х равная 3 является точкой сходимости. Возьмем левую границу, точку х равная 1. Снова подставляем в степенной ряд. Получаем сумма n от 1 до бесконечности. минус 1 в степени n разделить на n квадрат. Получили знак очередующийся ряд. Признак сходимости знак очередующегося ряда это признак левница. Для этого выпишем несколько первых слагаемых. Первый член ряда минус 1, второй член ряда плюс 1 четвертая, третий член ряда минус 1 девятая, четвертый член ряда плюс 1 шестнадцатая, минус и так далее. Последовательность абсолютных величин членов ряда является монотонно убывающей. 1 больше чем 1 четвертая, 1 четвертая больше чем 1 девятая, 1 девятая больше чем 1 шестнадцатая, больше и так далее. Предел общего члена ряда по абсолютной величине, то есть предел 1 разделить на n квадрат при n, стремящемся в бесконечность, равен 1 на бесконечность, то есть 0. Следовательно, ряд является сходящимся рядом и точка х равна единице, также является точкой сходимости. Выпишем ответ. Интервалом сходимости данного степенного ряда является отрезок от 1 до 3, радиус сходимости степенного ряда равен единице. Следующий пример. Найти интервал и радиус сходимости степенного ряда. Сумма n от 1 до бесконечности, х степени n разделить на n факториал. Поступим аналогично. Составим ряд из модулей членов данного ряда. Сумма n от 1 до бесконечности, модуль х степени n разделить на n факториал. И также применим к нему признак Даламбера. n член ряда, х степени n разделить на n факториал. n плюс 1 член ряда, модуль х степени n плюс 1 разделить на n плюс 1 факториал. Составим предел. Отношение n плюс 1 к n члену ряда. То есть модуль х в степени n плюс 1 разделить на n плюс 1 факториал. Делим на n член ряда. Х в степени n разделить на n факториал. n стремится в бесконечность. Выполним элементарные преобразования. Х в степени n плюс 1 разделить на n плюс 1 факториал. Умножается на обратную дробь. n факториал х в степени n. n стремится в бесконечность. Применим свойства степеней. То есть представим х в степени n плюс 1 как произведение х в степени n умножить на х в первой степени умножить на n факториал. И n факториал представим как n факториал умножить на n плюс 1 и умножить на х в степени n. n стремится в бесконечность. Сокращаем в числителе и в знаменателе х в степени n. х выносим за знак предел по модулю. Под знаком предел остается 1 разделить на n плюс 1. n стремится в бесконечность. При n стремящемся в бесконечность n плюс 1 также будет стремиться в бесконечность. То есть получили дробь 1 разделить на бесконечность, предел которой равен 0. То есть х по модулю умножить на 0 получили 0. Так как условие выполнено при любом значении х, интервалом сходимости является вся числовая ось, радиус сходимости будет равен бесконечности. Выпишем ответ. Интервал сходимости от минус бесконечности до плюс бесконечности. Радиус сходимости r также равен бесконечности. Следующий пример. Найти интервал и радиус сходимости такого степенного ряда. Сумма n от 1 до бесконечности, n факториал, умножить на х минус 5 в степени n. Составляем ряд из модулей членов данного ряда. Сумма n от 1 до бесконечности, модуль n факториал, умножить на х минус 5 в степени n. Применяем признак Даламбера, n-ый член ряда у n. Модуль n факториал на х минус 5 в степени n. n плюс 1 член ряда. Модуль n плюс 1 факториал. Умножить на х минус 5 в степени n плюс 1. Составляем предел отношения n плюс 1 к n-ому члену ряда. При n стремящемся в бесконечность. Модуль в числителе n плюс 1 факториал умножить на х минус 5 в степени n плюс 1. разделить на n-ый член ряда n факториал умножить на х минус 5 в степени n. Снова применим свойства степеней и распишем n плюс 1 факториал как n факториал умножить на n плюс 1. х минус 5 в степени n плюс 1 представим в виде произведения х минус 5 в степени n умножить на х минус 5 в первой степени. В знаменателе n факториал умножить на х минус 5 в степени n. n стремится в бесконечность. Сокращаем n факториал х минус 5 в степени n. х минус 5 в модуле выносим за знак предел. Под знаком предел остается n плюс 1. n стремится в бесконечность. При n стремящемся в бесконечность, n плюс 1 также будет стремиться в бесконечность. Получаем х минус 5 по модулю умножить на бесконечность, то есть бесконечность. Так как ни при каком значении х у нас не будет выполнено неравенство бесконечность меньше единицы, то интервалом сходимости данного степенного ряда является ровно одна точка х равная 5. Выпишем ответ. Интервал сходимости это точка х равная 5. В этом случае радиус сходимости будет равен 0. На этом наше занятие закончено. До свидания.